В Сочи прошло пленарное заседание Международного инвестиционного форума. Его открыл председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Глава Кабмина отметил, что региональные власти должны сосредоточить усилия на поиске инвестиций для развития экономики на своих территориях. Вместе с тем, правительство страны будет оказывать помощь регионам в непростой экономической ситуации. Премьер-министр обозначил четыре направления, которые требуют особых усилий со стороны руководства регионов. Это инвестиционная активность, импортозамещение, качество госуправления и бюджетная политика. Россия должна раз и навсегда отказаться от догоняющей модели развития. Недостаточно следовать просто стратегии выживания. В этом случае мы отстанем и на сей раз безнадежно. Мы понимаем, что эти цели весьма амбициозны. Достичь их непросто, но цели и должны быть амбициозными. Особенно с тем грузом структурных проблем, который у нас складывался десятилетиями. После перерыва на форуме заработали сразу несколько дискуссионных площадок. Губернатор Самарской области в качестве одного из основных докладчиков принял участие в работе круглого стола на тему «Как оживить строительный рынок». Участники обсуждения уверены, что строительство – один из драйверов роста российской экономики. Собравшиеся говорили об инструментах, способных стимулировать развитие строительного рынка. Глава Самарского региона отметил, что жилищные программы, которые реализуются в области, позволили удержать темпы строительства на достаточно высоком уровне. Мы завершим год примерно с 15, может быть, 18% ростом. Если брать 3-4 последних года, то это будет двойной рост к уровню корма 11-12 года. Мы вводили 1,1 млн квадратных метров. Введем в этом году 2,2 млн квадратных метров жилья. Но в 2013 году мы приняли программу комплексную, где все инструменты федеральные, которые есть, региональные, объединили. И в общей сложности за 3 года было вложено в поддержку строительства жилья более 9 млрд рублей.